Аминь, слава Богу, друзья, пожалуйста, присаживайтесь. Итак, у нас сегодня особый день, особое собрание, потому что мы сегодня начинаем с вами новую серию проповедей. Я в воскресенье говорил, что Господь так положил мне на сердце. Я когда спрашивал, о чем бы вы хотели услышать, или какую бы серию хотели бы вы, чтобы мы прошли в церкви, были разные предложения, но я думаю, что все мы эти предложения и обобщим вот этой серией изучением малых пророков. Их 12 книг, и книга малых пророков – это книги, которые, наверное, будет правильно сказать, что меньше всего, менее всего читаемые верующими людьми. Если вы прочитали все эти пророки и изучили их детально, вы находитесь в подавляющем меньшинстве верующих, потому что некоторые из имен малых пророков для некоторых верующих даже не знают, что такие книги есть в Библии. Такие книги обычно известны одним или двумя стихами, которые стали известными по причине того, что там какие-то слова особенные, которые коснулись чьей-то жизни когда-то. Но, как это всегда бывает, если мы знаем только один или два стиха из книги, скорее всего эти стихи ничего общего не имеют с оригинальным, изначально вложенным автором смысла. Они просто вырваны из контекста, и поэтому мы можем упустить главную мысль, которую вообще автор заложил в эти стихи изначально. Какая моя цель в этом изучении? Я хочу просто сразу наперед сказать, почему я решил именно эту книгу сделать. Братья, если можно, сделайте там, пожалуйста, прожектор сверху, чтобы я видел тоже. Спасибо. Я хочу, чтобы мы, во-первых, используя всех этих пророков, помочь нам понять, что вообще находится в этих книгах. Знаете, что как верующие мы должны быть людьми Библии. Мы должны знать Библию, может быть, не наизусть, но мы должны хорошо быть learned, или научены текстами писания, смыслом писания. Христиане должны быть людьми Библии, и поэтому одна из целей, конечно же, всякий раз, когда мы изучаем Писание, это хотя бы, чтобы знать, что же там написано, что же в этой книге написано. Есть иногда человеку уже 20, 30 и 40 лет, в смысле, что он 40 лет в церкви, но когда у него спросишь вопрос, а говорит ли Библия об этом или о другом, он не может еще сориентироваться, потому что он или Библию еще всю не прочитал, или он недостаточно еще знает, что вообще есть в Библии, какие вообще вопросы там поднимаются. Так вот, одна из целей, я надеюсь, что мы ознакомимся просто с контентом этих книг, чтобы мы знали, что там написано. Но также, друзья, более того, чтобы просто ознакомиться, я хочу, чтобы мы почерпнули здесь очень серьезные, очень важные духовные уроки. Я убежден, что в этих книгах мы с вами намного больше, глубже сможем познать нашего Господа. Вообще, Ветхий Завет – это очень ценное собрание книг. Будучи людьми Нового Завета, мы с вами живем в Новом Завете, я понимаю, что мы больше проповедуем Новый Завет, мы больше читаем Новый Завет, мы больше знаем Новый Завет. Это неплохо. Мы, как я уже говорил, что мы живем в Новом Завете. Но нужно отметить, что в Новом Завете не так много исторических книг. В Новом Завете есть четыре Евангелия, которые, в принципе, представляют одну и ту же историю с разных углов. Евангелие от Иоанна немножко больше представляет нам детали. И, в принципе, книга «Деяния». Деяние, которое открывает нам очень короткую или такую сжатую форму истории ранней церкви, и то она очень ограничена служением апостола Павла в основном. В Новом Завете очень мало историй о том, как Бог конкретно взаимодействует и участвует в жизни людей. Кроме того, Новый Завет только покрывает несколько десятков лет истории, даже той, которая открыта. Все остальные книги – это в основном доктринальные книги. Это учения, на которых мы понимаем христианство, на которых мы строим христианство. Но Ветхий Завет, друзья, он драгоценен тем, что в Ветхом Завете у нас есть, это в основном история, в основном исторические книги, которые собой покрывают сотни лет. Это огромнейший опыт взаимодействия Бога с человеками, с людьми, и в частности, особенно с израильским народом. Когда мы с вами говорим о пророческих книгах, для некоторых людей пророчество – это просто предсказание будущего. Вот если мы подумаем, я сейчас скажу слово «пророк», сразу у нас это будет ассоциироваться с человеком, который предвозвещает наперед что-то будущее. Или это обычный человек, который говорит просто как язык Бога, как просто ему Бог сказал «иди и передай что-то». Но роль пророка в Ветхом Завете была намного больше. Друзья, пророк не только передавал какой-то месседж от Бога людям, «пророк открывал сердце Бога по отношению к людям». И вот это очень-очень важно. Очень узкий и поверхностный взгляд на пророчество, если мы только думаем о каких-то словах или предвозвещаниях. Друзья, пророчество – это окно в сердце Бога. Окно в сердце Бога по отношению к людям, которых он очень сильно возлюбил и сбрал для себя. И вот 12 пророков об этом говорят очень-очень много. Кстати, малые пророки названы малыми не потому, что они менее значительные, чем другие пророки. Наоборот, мы увидим, что в содержании вот эти пророчества были вопросы жизни и смерти для людей, которые жили на то время. Они названы малыми по причине их длины. В основном это очень короткие книги. Книга Осии, книга Захарии. Они отличаются тем, что там немножко больше глав. Но в основном это одна, две, три главы. И, кстати, мы уже прошли с вами одну из этих малых пророков. Это был пророк Аввакум. Даже в еврейской Библии, вот у нас в Библии, в Ветхом Завете 30, сколько книг? 39 книг. В еврейской Библии 24 книги. По контенту русская или протестантский канон, мы сейчас не говорим за католиков, православных, у них там больше книг. В еврейской Библии 39 книг. По контенту наша с вами, Ветхозаветняя, сколько? Да, я сказал, сколько? Сори. 39 это у нас, у евреев 24. И по контенту одинаковый контент. Но в еврейской Библии некоторые книги, они сжаты. Вернее, да, они сжаты в одну книгу. Например, две первые книги царств в еврейской Библии, это одна книга. Третья и четвертая книга царств, там это одна книга. Еще другие книги. И вот 12 пророков, это тоже составляет одну книгу. Все эти пророки сжаты в одну книгу. Она называется The Twelve или просто как 12. Потому что, скорее всего, эти все 12 пророков, они попадают или они вмещаются на один свиток, который было очень удобно читать в синагоге или раньше в храме. Так вот, сегодня мы с вами, друзья, начнем книгу Осии. Откройте со мной, пожалуйста, если вы еще не открыли, книга Осии. Это самая первая книга из 12 малых пророков, сразу после книги Даниила. И, как вы видите, я назвал свою проповедь «История необъяснимой любви». История необъяснимой любви. Если вы читали эту книгу хотя бы немножко, я надеюсь, вы понимаете уже, о чем будет идти речь. Я знаю, что часто любовные истории, романы какие-то, это то, что люди смотрят в фильмах, читают в книгах. И в основном, вот у нас здесь много есть братьев, мужики в основном не любят любовные истории. Это женщины там любят смотреть, плакать. Для них это там эмоции, слезы, сопли и так далее. Так вот, мужики обычно говорят, давай какой-то посмотрим там мужской фильм, не будем это все смотреть, мелодраму там какую-то. Обычно это то, что нравится женщинам. Но вот, друзья, есть одна история любви, дорогие братья, которая должна понравиться всем, которая должна охватывать, захватывать всех, в том числе и братьев, и это Божья история любви с его народом. Вот, в основном, чем она отличается, эта история, она уникальна. В основном, когда ваши жены там любят какие-то романы читать или что-то, мелодрамы смотреть, вот, то все истории, которые придуманы людьми, некоторые есть based on a true story, но даже тогда, когда фильм делается о какой-то true story, обычно он преувеличен, и там, ну, без фантазии не обойтись. Обычно это придуманные все истории. И в них сама любовь очень часто преувеличена, и обычно это фантазия человека. На самом деле так не бывает. Может быть, кто-то попался в эту ловушку, когда вы были молодым человеком, вы читали какие-то романы, вы смотрели какие-то мелодрамы, и потом вы женились или вышли замуж с ожиданием, что у вас будет вот так, как было в фильме. И потом вы очень быстро поняли, что, оказывается, так не бывает. Это просто в фильме показывают только самое хорошее, там нету ежедневной жизни, там нету все, с чем нужно столкнуться в браке, вот, и это просто какая-то сказка. И вот поэтому такие люди очень быстро разочаровываются. Кстати, это бывает не только в вопросе любви. Всегда, когда молодежь дорогая, кто в подростковом возрасте, если вы строите вашу жизнь или ожидание жизни на мультиках или на фильмах, вы всегда разочаруетесь, because life is not that simple. Но история любви, друзья, о которой мы сегодня говорим, это не фантазия людей, это не просто хорошо придуманный роман, это реальная история Бога с человеками. И эта история родилась в разуме самого Бога. И она настолько ему близка, что он умышленно через пророка Осию записал эту историю в Библии для всех грядущих поколений для одной цели, друзья. Для Израиля эта история играла свою цель. У нас немножко будет сегодня другой взгляд. Я постараюсь ее применить к нам сегодня. Но Бог, друзья, для нас ее записал для того, чтобы нам глубже понимать Его любовь к людям. Я в воскресенье говорил в заключении о том, что очень часто библейские термины у нас преломляются по-человечески. Вот термин как любовь, термин как благодать. Мы все это смотрим на это как человеческими глазами, и мы не понимаем очень часто библейского определения. Так вот, я хочу сегодня, чтобы мы посмотрели на Божью любовь и увидели, насколько она отличается от человеческой. В этой любви Бог открывает нам свое сердце, свои чувства, свой эмоциональный мир и спускается на наш человеческий уровень для того, чтобы нам это все объяснить, показать и продемонстрировать на практике с народом израильским. Посмотрите еще раз на мое название. Я эту любовь назвал необъяснимой, по-английски немножко я перефразировал unfathomable, то есть любовь, которую не только нельзя объяснить, а которую невозможно понять. Я это взял с Ефесянам 3 главы. Если вы читаете Ефесянам 3 главу, там Павел говорит, чтобы вам, он говорит, я молюсь, чтобы вам уразуметь превосходящую разумение любовь к Христову. Вы никогда не думали, как это можно уразуметь превосходящую разумению любовь к Христову. Если она превосходит разумение, как же ее можно уразуметь? Так вот, друзья, ее уразуметь, разумом такую любовь не понять. Но ее можно прочитать в Библии, ее можно увидеть и в нее можно поверить. Не пытайтесь ее понять, не пытайтесь ее объяснить, потому что логически здесь все не объяснишь. Объяснишь. Здесь можно только прочитать, удивиться ей, уверовать в нее и принять эту любовь. Почему она превосходит наш разум? Потому что, друзья, все, что нам известно, это человеческая любовь, у которой всегда есть предел. Человеческая любовь должна где-то остановиться. Наступает момент справедливости, который на определенном этапе должен аннулировать любовь. Тогда, когда другая сторона сделала мне достаточно зла, тогда, когда другая сторона просто перестала мне нравиться или перестала привлекать меня своим поведением или собой. Так вот, друзья, Божья любовь имеет абсолютно другое определение, другой механизм. Она основывается абсолютно на других причинах и на другом фундаменте. И вот почему она необъяснимая, и я надеюсь, что мы сегодня это увидим в нашем тексте. Сразу хочу сказать, что будет разница в параллели между Израилем и Церковью. Я это наперед скажу, потом я это все объясню, но есть большая разница в параллели между Божьей любовью к Израилю и Божьей любовью к Церкви. В Ветхом Завете, друзья, когда речь идет об Израиле, речь идет не столько об индивидуумах. Когда Бог говорит, я полюбил народ, Он говорит не о конкретно каждом человеке в этом народе. Когда мы говорим о Церкви, Бог полюбил конкретных личностей, индивидуумах. И в этом очень будет важная разница, и я объясню, почему это важно. Бог заключал Моисеев Завет не с конкретными людьми, Бог заключал Моисеев Завет с народом. Вот почему, когда Бог говорит, я спасу вас, в пророчествах очень часто, одно поколение слышит от Бога, я вас спасу, я вас приведу, я приду к вам на помощь, а все это поколение умирает и не видит никакой помощи. И обещания Божьи исполняются только через 100 или через 200 лет, или даже больше. Почему так? Потому что, когда Бог дает обещания, когда Бог заключает заветы в Ветхом Завете, Он заключает эти заветы с народом. И вот конкретные личности, только ихние потомки уже могут их увидеть. Множество слушателей умирало и не видело исполнения. Люди входили в завет, в Ветхом Завете, просто родившись в правильную семью. Просто тогда, когда они по наследствию получили статус израильтянина, который Бог по-особому полюбил, народ этот. Так вот, друзья, сегодня в период церкви Бог любит не просто церковь, Бог имеет дело отдельно с каждым индивидуальным членом этой церкви. И мы потом посмотрим. Я просто хочу, чтобы мы сразу это имели в виду. Давайте прочитаем с вами вот тот текст, на который мы будем сегодня смотреть. Сразу скажу, что книга Осии, Малые Пророки, не изучаются так, как изучаются послания апостола Павла. Мы не будем с вами смотреть на каждое слово, на каждую фразу. Здесь главное понимать только вот общие такие концепты. Иначе мы до вечности будем изучать всех этих малых пророков. Давайте сегодня, вот я хочу посмотреть просто на первую главу и на первый стих второй главы с вами. Давайте прочитаем. Слово Господне, которое было к Осии сыну Берину во дни Озии Иофама, Ахаза, Езекии, царей иудейских и во дни Иераваама, сына Иоасова, царя Израильского. Начало слова Господня к Осии. И сказал Господь Осии, иди, возьми себе жену-блудницу и детей-блуда, ибо сильно блудодействует земля, Иоасия отступив от Господа. И пошел он, и взял Гомерь, дочь Дилаяма, и она зачала и родила ему сына. И Господь сказал ему, нареки ему имя Израиль, потому что еще немного пройдет, и я взыщу кровь Израиля с дома Иеуева, и положу конец царству дома Израилева. И будет в тот день, я сокрушу лук Израилев в долине Израиль. И зачала еще, и родила дочь, и он сказал ему, нареки ей имя Лоурухама, ибо я уже не буду более миловать дома Израилева, чтобы прощать им. А дом Иудин помилую, и спасу их в Господе Боге их. Спасу их ни луком, ни мечом, ни войною, ни конями, ни всадниками, и откормив грудью непомилованную, она зачала и родила сына. И сказал он, нареки ему имя Лоамми, потому что вы не мой народ, и я не буду вашим Богом. Но будет число Израилевых, как песок, сынов Израилевых, как песок морской, которого нельзя ни измерить, ни исчислить. И там, где говорили им, вы не мой народ, будут говорить им, вы сыны Бога живого. И соберутся сыны Иудины, и сыны Израилевы вместе, и поставят себе одну главу, и выйдут из земли переселения, ибо велик день Израиля. И вторая глава, первый стих. Говорите братьям вашим, мой народ, и сестрам вашим, помилованное. Как и с любой другой книгой, с любой историей, прежде всего, прежде чем мы с вами посмотрим на этот текст, нам нужно понять, кто его писал, в какое время это писалось и в каких обстоятельствах. Кстати, именно с этого Осия начинает в первом стихе. Посмотрите, он сразу же говорит, в какое время он жил и в какое время он писал эти слова. Если мы с вами упустим первый стих, мы очень много чего не поймем. Посмотрите, здесь он перечисляет несколько царей иудейских, южного царства, это цари Озия, Иофам, Ахаз, Езекия. И здесь он перечисляет или называет только одного царя северного царства, это Иераваам. Это Иераваам не первый, это Иераваам второй. Помните, был Иераваам или был Раваам сначала, а потом был Иераваам первый, так вот, это уже Иераваам второй. Это был примерно восьмой век, семисотые годы до Рождества Христова. Осия начал свое служение за несколько десятков лет до пророка Исаии. Посмотрите, здесь написано, что он нес свое служение во время царя Озии. Помните, когда начал Исаия свое служение? В год смерти царя Озии. Помните, шестая глава про книга пророка Исаии, написано, что в год смерти царя Озии я видел видение, где взывали свят, свят Господь, Славов, это вся история. Это было в год смерти царя Озии, и там Исаия призывается на служение. Так вот, Осия жил немножко раньше, чем, или не жил, а нес служение немножко раньше, чем Исаия, но потом они вместе несли служение с пророком Исаии и с пророком Амосом. Вот Осия, Исаия и пророк Амос, это три пророка, которые в одно время пророчествовали. Исаия был в Южном царстве, Осия и Амос, они в основном служили для Северного царства. Служение пророка Осии длилось очень долго, примерно 50-60 лет. И вот, в основном, он был пророком для Северного царства Израиля, хотя в этой книге упоминается и Южное царство несколько раз. Почему? Потому что Осия служил вплоть до времени царства Езекия. Езекия, это был царь в Южном царстве, но он служил или Езекия уже был царем после того, как Северное царство пало. Я напомню немножко истории, если мы ее забыли. Мы, когда проходили книгу Аввакума, мы говорили о том, что Аввакум жил прямо перед захватом Халдеев Иерусалима, Южного царства. Он жил прямо или он предсказывал вот это разрушение Южного царства. Так вот, Осия живет и он живет перед захватом Северного царства, он живет на протяжении или во время этого захвата и он живет даже после этого захвата. Если захват Южного царства был в 586 году, захват Северного царства был в 722 году, Южное царство завоевали Вавилоняне, Халдеи, Набухадоносор пришел, Северное царство завоевали Осирийской империи из Осирии. Так вот, скорее всего, что произошло в 722 году, Осия убежал из Северного царства, он успел укрыться и он потом жил в Южном царстве при царе Езекии и вот почему здесь даже упоминается в этой книге несколько раз и Иуда, и Иудеи, и Южное царство. Но сама книга Осии написана во время, когда в Северном царстве люди жили спокойно. Если мы говорим об Иеравааме II, это было время очень такое спокойное, оно было хорошее время с одной стороны, в том, что было опять же спокойное, войны такой большой не было, финансовая стабильность, материальное благо, достаток, но это также было и плохое время, потому что мы все прекрасно знаем, что происходит с людьми тогда, когда у них материальный достаток, тогда, когда у них гладкая, хорошая, спокойная жизнь. Особенно мы знаем, что происходит с израильским народом, он всегда уклоняется от Господа. Говоря о Северном царстве, в принципе, там никогда люди толком не были богобоязненные, потому что там не было ни одного богобоязненного царя, и обычно царь задавал всю погоду или всю атмосферу на территории Израиля, но особенно, когда все было спокойно, когда был финансовый достаток, эти люди, они жили очень развратно, они, кроме того, что они прямо занимались идолопоклонством, поклоненялись ваалам и идолам всяким, они еще жили аморальной жизнью, они убивали людей, они воровали, более богатые, наживались на более бедных, манипулировали законом, и что интересно, что несмотря на все это, религиозное служение продолжается. Помните, в Северном царстве, тогда, когда царство разделилось, для того, чтобы люди из Северного царства не ходили в храм в Иерусалим, тогда царь Северного царства сказал, я вам поставлю здесь жертвенники, в Дании, в Ифиле, вот, пожалуйста, поклоняйтесь здесь Богу, это была уже придуманная версия поклонения, этого нельзя было делать по закону Моисеева, вот, но, тем не менее, эти люди, живя полностью в духовном, скажем, прелюбодеянии, живя в грехе, они продолжали, вот, всю эту религиозную жизнь. Друзья, вот, на первый взгляд, кажется, что это такой, знаете, отдаленный мир. Мы сегодня, как-то, вот, говорим об этом в Израиле, нам может показаться, что мы сегодня живем абсолютно в другое время. На самом деле, друзья, у нас точно такие же сегодня проблемы. Америка – это очень хороший пример Северного Царства Израиля. Может быть, не до такой степени, но стабильность, мир, свобода, финансовые возможности всегда, или большинство времени делает христианство очень поверхностным, легким и расслабляющим. Для того, чтобы не попасть в эту опасность, нужно всегда очень, так, знаете, намеренно бодрствовать и все время проверять себя. Если не будешь проверять себя, если не будешь бодрствовать, это как болото, которое засосет. Вот by default человек окажется в расслабленности, если он живет вот в такое стабильное, легкое время. Сегодня в Америке так же самое люди очень много ассоциируют себя с Богом и точно так же, как это было в Северном Царстве, они придумывают себе их форму религии, их форму христианства, их версию христианства. Там сказал этот царь, говорит, вот вам жертвенники, поклоняйтесь. Он придумал человеческое представление поклонения Богу. Сегодня в Америке существует то же самое, я не боюсь назвать выдуманной версией христианства, псевдодуховности, я сейчас не говорю о всех, я не обобщаю, но очень много движений в Америке, где люди придумывают себе личного Бога, называя его Богом Библии. Они придумывают себе личные опыты общения с Богом. И вот прошло, друзья, 2700 лет, со времен Осии, а ситуация очень даже похожа. Так вот, друзья, Бог призывает Осию к служению, и Он говорит ему сделать что-то очень-очень сложное. Он призывает его на служение очень интересным образом. Он ему говорит, Осия, я хочу, чтобы ты пошел, нашел женщину, которую ты будешь любить, но которая тебе будет всю жизнь потом изменять и спать с другими мужчинами. Она будет заниматься блудом. Ты будешь ее любить, а она будет попирать твою любовь. Я прошу тебя это сделать, потому что этим ты представишь наглядный пример для всего израильского народа наших отношений с ним. Твой брак будет уроком, он будет притчей, он будет символически указывать на мой брак с Израилем. Ты будешь играть в нем роль Бога, а вот эта блудница, жена твоя, она постоянно будет совершать прелюбодеяние и это будет как месседжем для Израиля, что они точно так же поступают. И несмотря на ее неверность, ты будешь продолжать ей быть верным и ты будешь проявлять к ней любовь. Я уверен, что наверное ни один читатель, который прочитал эти первые стихи, задался вопросом, многими вопросами, как это вообще так, как может Бог повелеть пророку пойти жениться на женщине, которая занимается прелюбодеянием. Это очень странно. Вообще, друзья, когда мы с вами читаем книги пророков, мы видим, Бог очень часто говорил пророкам делать вещи, которые нам сложно представить. Я приведу несколько из них. Иеремия, Бог ему запретил жениться в Иудее. Говорит, в Иудее тебе нельзя здесь искать жену. Когда Бог забрал жену у Иезекииля, пророка, он говорит, я запрещаю тебе о ней плакать. Здесь даже в 24 главе Иезекииля, в 15 стихе, там повеление есть, слезы, да не выступают из глаз твоих. Представьте себе, жена, любимая, умерла, если бы Иезекииль хотя бы прослезился, он бы согрешил перед Богом. Бог запретил ему плакать о своей жене. В книге пророка Исаии 20 глава Бог повелел три года Исаии ходить нагим и босым. Подумайте, как это странно. Иеремии Бог сказал одеть узы, буквально такие, как цепи на руки, одеть на шею ермо и ходить так по городу к разным царям и с ними разговаривать. Иезекиилю Бог повелевает готовить кушать, знаете, на чем, на человеческих отходах. И тогда, когда Иезекииль говорит, Господи, помилуй, это нездоровое вообще дело. Ну, там он по-другому, я говорю парафразам. Бог помиловал его, говорит, ладно, можешь взять коровьи отходы, на навозе можешь варить и кушать. И это была Божья милость. Там, естественно, контекст, там есть конкретный месседж, который Бог посылает через все эти поступки. Друзья, но хочу просто заметить, что пророческое служение в Ветхом Завете всегда было связано с очень необычными повелениями от Бога. Эти люди были не только языком Бога, их тело, их жизнь была притчей, через которую люди должны были увидеть наглядный урок от Бога. В случае с Гомерией сложно сказать, если эта женщина была блудницей, и он ее уже взял как блудницу, которая уже спала с другими мужчинами, или он взял ее чистую, и потом она стала заниматься прелюбодейством. Нам сложно сказать, какая здесь была ситуация. если мы учитываем аналогию, которую Бог хочет преподать Израилю, то, скорее всего, она до брака была чистой, и только потом она стала блудодействовать или прелюбодействовать после брака. Но это не так важно. Друзья, во всей этой истории акцент стоит не на блуде Гомери, а на любви Бога, который продолжает терпеть, который продолжает любить, и продолжает проявлять верность к своей неверной жене. Итак, я хочу с вами посмотреть на эту любовь с помощью двух элементов. Мы это сделаем очень быстро. Первое, это духовное прелюбодеяние Израиля, и второе, это необъяснимая любовь Божья. Давайте посмотрим на первое. Духовное прелюбодействие или прелюбодеяние Израиля. Вы знаете, что Божья любовь, если мы хотим ее познать, мы только можем ее познать на фоне нашего греха. Пока мы не поймем вообще, насколько мы грешны, и насколько мы нелюбимы, мы никогда не поймем Божью любовь. Вы сколько угодно говорите человеку о Божьей любви, если он не видит себя грешником, не поймет. Если вам когда-то приходилось быть в магазине, вы, я думаю, братья с женом делали предложение, каждый из вас был в магазине ювелирном, где вы покупали кольца, вот, кто-то может очень такое дешевое, без бриллианта взял, это это окей, но если у ваших жен есть бриллианты на пальце, значит вы были в ювелирном магазине и видели, как там есть особый свет, вот, и они там по-особому блестят. И любой бриллиант, он лучше всего виден, или алмаз, он лучше всего виден на черном фоне. Вот если вы черный фон ему сделаете, включите свет, он будет переливаться так, как никогда. Так вот, друзья, что-то подобное здесь мы видим с Божьей любовью. Вот причина, почему до того, как мы поговорим о Божьей любви, нам нужно посмотреть на духовное прелюбодеяние Израиля, вот именно поэтому, нам нужно создать этот черный фон, на котором мы видим всю красоту Божьей любви и необъяснимость ее. Первая часть этой главы, которую мы с вами прочитали, говорит о браке Гомере и Осии. Как и было предсказано Богом, Гомерь впоследствии стала спать с другими мужчинами, но по крайней мере первый ребенок все-таки был от Осии. Посмотрите со мной еще раз на третью главу, с 3 по 5 стих. И пошел он и взял Гомерь, дочь Девлаима, и она зачала и родила ему сына. То есть, это был ребенок Осии. И Господь сказал ему, на реки ему имя Изриель, потому что еще немного пройдет, и я взыщу кровь Израиля с дома Ииуева и положу конец царству дома Израилева и будет в тот день я сокрушу лук Израиля в долине Израиля. Так вот, в первой этой главе мы встречаем трех детей, которых родила эта женщина Гомерь, два мальчика, одну девочку. И вот все эти три дитя, они символизируют собой последствия греха Израиля. Мы с вами посмотрим на то, что Бог продолжает любить Израиль, даже среди всего этого блуда, но это не означает, что он оставляет их без наказания или он закрывает глаза на последствия ее греха. Итак, давайте посмотрим очень кратко на всех этих детей. Вот первый сын рассеянный, так его зовут, очень интересное имя этому первому сыну дал Бог Израиль. Это еврейское слово Израиль, был такой город, была такая местность Израиль, но также это конкретное слово, которое означает рассеянный или рассеянные. Кстати, все эти имена у нас в русской Библии немножко в синодальном переведены непоследовательно. Где-то они переведены с еврейского, как непомилованное, это перевод еврейского слова, а где-то лоурухама, это просто еврейское слово написано русскими буквами. Вот почему очень часто нам сложно понять, почему Бог дает такое имя и какая связь этого имени с конкретным этим ребенком или с последствиями или с месседжем, который он пытается послать израильскому народу. Так вот, слово Израиль буквально означает рассеянный. И вот через этого первого сына Бог провозглашает суд над Израилем. И суд будет проявлен в виде того, что он рассеет Израиль, рассеет Северное Царство по местностям за ту неверность, которую они совершали и продолжают совершать сегодня. Вы знаете, что по сей день Израиль это рассеянные люди. Они не собраны все в одном месте. Они рассеянные по Америке, по России, по всему лицу земли. И вот здесь я хочу с вами просто обратить внимание на два исполнения этого пророчества. Посмотрите со мной еще раз с 3 по 5 стих. Во-первых, Бог говорит, что это пророчество исполнится в доме Иеуя. Был такой царь в Израиле, Иеуя, очень нечестивый царь. И вот вся эта история уходит далеко еще к царю Ахаву. Я напомню в двух словах, опять же, вы ее знаете. Ахав был очень нечестивый царь. Он любил виноградники. И был такой человек по имени Навуфей. И у Навуфея был ну очень красивый виноградник. Но тогда, когда Ахав попросил у него этот виноградник, он ему не продал его. И он ему не отдал его. Тогда Ахав был очень расстроен, и к нему приходит его жена Изавель и говорит, что ты такой расстроенный. Он говорит, хочу виноградник Навуфея, а Навуфей мне не отдает виноградник. И тогда Изавель говорит, не беспокойся, я этот вопрос решу. Она идет, убивает хитростью Навуфея. Таким образом, территория виноградника переходит Ахаву, и там есть пророчество одно. Это третья книга царств. Там есть пророчество об Ахаве и доме его, и о самой Изавеле. И там пророчество суда, как Бог истребит, и нам накажет саму Изавель, он истребит дом Ахавов. Но этот суд, Бог для этого суда взращивает царя Иеуя. И вот этот царь Иеуя, тоже нечестивый царь, он в долине Израиль, он истребляет там весь дом Ахавов, и он производит этот суд, о котором Бог говорил, но в итоге, несмотря на то, что Бог использует Иеуя для суда над Ахавом в Израиле, Бог все равно взыскивает с него за это преступление. Посмотрите, что написано здесь. И Господь сказал ему в 4 стихе, на реке ему имя Израиль, потому что еще немного пройдет, и я взыщу кровь Израиля. Кровь Израиля – это место, где была убита вся семья Ахавова. Я взыщу эту кровь с дома Иуева и положу конец царству дома Израиля. Так вот, я долго вдаваться в подробности не буду, но это первое исполнение вот этого пророчества. Второе значение, он говорит, что я сокрушу луг Израилев в долине Израиль. И здесь он говорит о рассеянии. Он говорит о захвате Северного царства, Самарии. В 722 году Ассирийская империя завоевала Самарию и все Северное царство. В отличие от Южного царства, Северное царство никогда не восстановилось. Помните, Южное царство, оно было разрушено Навуходоносором, но оно было в плену только 70 лет. И потом они вернулись обратно в Иерусалим. Северное царство не восстанавливается. Северное царство разве навсегда перестает свое существование? Итак, это первый сын. Рассеянный означает. Я вас рассею. Вторая дочь или второй ребенок этой жены, имя, которым Бог говорит, чтобы Осия назвала этого ребенка, это Непомилованная. Вторая дочь – это Непомилованная. Давайте посмотрим на 6 стих. «И зачала еще, и родила дочь, и он сказал ему, нареки ей имя Лоу-Рухома». Лоу по-еврейски означает «нет» или «нат», и «рухома» означает «помилованная», то есть Непомилованная. «Ибо уже я не буду более миловать дома Израилева, чтобы прощать им». Кстати, в 8 стихе, если вы посмотрите, в нашем переводе, здесь его, это слово перевели. Написано «и откормив грудью Непомилованную», вот эту Лоу-Рухому, она потом родила третьего сына. Так вот, если имя первого сына, рассеянный, не заставило израильтян задуматься, то вот имя второго, второй дочки, уже точно давно было заставить их хотя бы обратить внимание, что это за месседж, который Бог посылает нам. Потому что слово «Непомилованное» – это очень-очень серьезное слово. Бог говорит, что наступает время, когда Он перестанет миловать, когда Он заберет свою милость от этого народа за их длительное идолопоклонство и непослушание. Является ли эта точка окончательное отвержение Бога Богом Израиля? Нет. И мы сегодня посмотрим, почему это нельзя считать окончательным отвержением. Мы посмотрим на вторую главу, где Осия говорит о том, что наступит время, когда «Непомилованную» будут называть «Помилованная». Но это время будет в будущем, и об этом мы поговорим чуть позже. Так вот, третий сын, которого рождает эта женщина, его зовут «Немой народ». «Немой народ» – «Лоу Ами». То же самое еврейское слово, написано русскими буквами. Опять же, приставка «Лоу» означает «нет» или «не», «Ами» означает «мой народ». Посмотрите, Осия 1 глава, 8-9 стих. «И откормив грудью непомилованную, она зачала и родила сына. И сказал он, нареки ему имя «Лоу Ами», потому что вы не мой народ, и я не буду вашим Богом. Not my people. Если первые два ребенка не произвели никакого впечатления на израильский народ, то уже третий ребенок должен был какой-то месседж послать. Во-первых, он говорит, «Я вас рассею». Второй раз он говорит, «Я перестану вас миловать». Третье, он говорит, «Я отрекаюсь от вас, как от своего народа». Друзья, это очень интересно. Однажды в книге «Исход», в начале «Исхода» из Египта Бог сказал через Моисея, Он говорит, «Я выбрал вас из всех народов, чтобы вы были моим народом, и я буду вашим Богом». Но вот здесь Бог говорит, «За ваше блудодеяние я отказываюсь быть вашим Богом, вы больше не мой народ». И вот если бы мы не учитывали всех остальных пророчеств этой книги, можно было бы заключить, что «God is done with Israel», что Бог покончил с Израилем, и Он уже раз и навсегда развелся с ним. Эти отношения разрушены. Так вот, друзья, в какой-то степени это действительно так. Я сейчас объясню, в какой это степени. На сегодняшний день Израиль отвержен Богом. Северное царство никогда не восстановилось. Жители этого царства были рассеяны по всему лицу земли. Южное царство было уведено в Вавилонский плен, потом через 70 лет вернулось в 538 году, и потом оно еще до нашей эры, и потом оно еще просуществовало до 70-го года, уже нашей эры, после рождения Христа, тогда, когда храм был разрушен, и евреи, как нацию, ее убрали с лица земли. И это показывает, друзья, что действительно Южное царство, оно окончательно отвергло Мессию. Если вы посмотрите книгу или Евангелие, которые говорят о притчах Иисуса. Я знаю, что очень часто притчи Иисуса, у нас есть такое, знаете, искушение все время видеть их в свете церкви. Вот где же там церковь? Притча о десяти девах, это, наверное, о церкви. Притча о талантах, это о церкви. Притча о винограднике, это о церкви. Друзья, в этих всех притчах есть применение к церкви, я с этим не спорю, но на время, когда Иисус говорил все эти притчи, церкви еще не было. 99% притчей Христа были об отвержении Богом Израиля. Вот что означает слова, он говорит, царство, которое вам принадлежит, я отдаю его язычникам. Вы неправильно распорядились. У вас были таланты, вы не использовали их, я отдаю его другому человеку. Десяти девах притча, должен был прийти ваш жених, вы его не узнали, все, вы проспали. Большинство этих притчей об отвержении Израиля мессии. И все эти притчи говорят о том, что наступит время, когда Бог отвергнет не только Северное Царство, но и Южное Царство. Почему это важно, друзья? Потому что многие сегодня смотрят на Израиль и называют его Богом и избранным народом, Божьими людьми. Некоторые пытаются как-то найти, знаете, какие-то в себе там израильские корни и похвалиться ими. На самом деле, друзья, это не так. На сегодняшний день Израиль сегодня нельзя назвать народом Божьим. У Бога есть план для Израиля, и мы посмотрим еще на это. Бог будет работать с ним во время великой скорби, Бог будет царствовать над ним во время тысячелетнего царства, но на сегодняшний день, на период церкви, Израиль отверг своего мессию, они не Божий народ. Это временное расставание, которое они пережили с Богом, и в будущем Бог их найдет. В будущем Бог снова возродит, Он снова оживит, но сегодня это не Божий народ. Так говорит Писание, так говорит книга Осии. Друзья, народ Божий сегодня в эпоху церкви – это церковь. Это церковь из всех, кто уверовал в Иисуса Христа. В этой церкви могут быть и евреи, и язычники. Но принадлежность к Божьему народу сегодня – это не просто рождение в национально-еврейскую семью. Частью Божьего народа в Ветхом Завибете становились просто дети, которые рождались в еврейскую семью. Они становились автоматически частью Божьего народа. В Новом Завете это каждый, кто принял Иисуса Христа верой. Первое послание Петра, 2 глава, 9-10 стих. Петр здесь явно цитирует пророка Осию. Он использует здесь такие слова, терминологию, которую использует Осия. Помилованная, непомилованная. Народ Божий, не народ Божий. Посмотрите, 2 глава, 9-10 стих. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел. Вы – это церковь уже, это не только иудеи. Дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет, некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда непомилованные, а ныне помилованные». Как же быть с Израилем? Отвергли их Бог навсегда? Друзья, конечно же, нет. Бог продолжает любить Израиль. Посмотрите на Римлянам 11 главу несколько стихов. Павел здесь смотрит уже не на период церкви, он смотрит более глобально, и он говорит, и так спрашиваю, неужели Бог отверг, я здесь добавил, окончательно свой народ? Он говорит, никак, окончательно не отверг, временно отверг. Посмотрите со мной на 15 стих. «Ибо если отвержение их, примирение мира язычников, что он имеет в виду? Бог на малое время отверг Израиль, они его распили, как Мессию. Но это отвержение дало возможность язычникам присоединиться к этим заветам. И он говорит, отвержение их – это примирение мира, мира вы имеете в виду язычников. То что же будет, как принятие их? То есть наступит время, когда Бог опять примет их, когда они опять станут его народом, как не жизнь из мертвых. Он говорит, «Некоторые из ветвей отломились, израильтяне, а ты, дикая маслилина, язычник, привился на их место». И дальше посмотрите, что он говорит. Я здесь просто выборочно некоторые читаю стихи. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников, и так весь Израиль спасется». Как написано, «Придет из Сиона Избавитель», он цитирует здесь «малых пророков», «и отвратит нечестие от Якова. Ибо дары и призвания Божие не приложены, или они неотъемлемы, их нельзя отменить». Так вот, друзья, когда очень часто, опять же, когда речь идет о том, отверг ли Бог Израиль или нет, происходит такая путаница, потому что в Ветхом Завете сказано, что «да, отверг». Он говорит, «Все, вы уже не мой народ, I'm done with you, у нас развод, мы разводимся», если говорить с иллюстрацией жены. Но этот развод, друзья, он временный, будет повторный брак. Он еще вернет этот народ к себе, и Израиль опять станет его народом. Почему? Стих 29 апостола Павла, «Ибо дары и призвания Божьи неотъемлемы». Бог однажды дал обещание Аврааму, и это нельзя отменить. На время, во времени происходят всякие разные случаи, но в итоге Израиль будет спасен. Вот почему я говорил, что Заветы – это с народом, это с нацией, это не с конкретными индивидуальными людьми. Конкретные индивидуальные люди будут ждать тысячи лет этого исполнения. А вот к нации, как к Израилю, он еще вернется. Итак, это духовное прелюбодеяние Израиля, за которое Бог говорит вам три взыскания. Вы будете рассеяны, я выключаю кран своей милости, вы больше не будете питаться моей милостью, непомилованная. И третье – вы не мой народ. Я отказываюсь от вас, как от своего народа. И второе, друзья, на что я хочу сделать особый акцент – это на Божью необъяснимую любовь. Вот, кстати, мы много говорили о блуде Израиля, но главное здесь мысль даже не блуд Израиля. Прелюбодение Израиля – это только черный фон для самого главного, что мы здесь должны с вами увидеть. Осия, он уже здесь, начиная с первой главы, открывает перед нами концепцию Божьей любви. И он будет ее развивать больше и больше и больше на протяжении всей этой книги. Но здесь ее уже видно. Посмотрите со мной с 10 стиха. «Рассеянные, непомилованные, вы не мой народ, отказываюсь от вас. Но» – в 10 стихе стоит «но» и идет пророчество о будущем. «Но будет число сынов Израилевых, как песок морской, которого нельзя ни измерить, ни исчислить. И там, где говорили, «Вы не мой народ», будут говорить, «Вы сыны Бога Живого». И соберутся сыны Иудины и сыны Израилевы вместе, северное и южное царство соберется вместе, поставят себе одну главу, одного царя, «и выйдут из земли». Здесь добавлено переводчиками «переселение». «Ибо велик день Израиля, говорите братьям вашим мой народ и сестрам вашим помилованное». Народ, который однажды говорили «не мой народ», будет говорить теперь «мой народ». Однажды непомилованное теперь будет помилованное. Друзья, вот почему в какой-то степени правильно даже сказать, что Бог действительно развелся с Израилем на этой точке. Во время Осии. Но это не означает, что он не продолжает его любить. Вы знаете, что бывает такое, что ты разводишься. Я знаю мужей и жен, которые разводятся, но они продолжают друг друга любить. Может, они расходятся, может, они еще не были официально в браке, но у них отношения прекращаются, но они продолжают друг друга любить. Посмотрите, Осия 3 глава. Это же книга, в которой Бог сказал, «Вы не мой народ». Вот что потом Бог говорит. «И сказал мне Господь, иди еще и полюби женщину, любимую мужем, но прелюбодействующую, подобно тому, как любит Господь сынов Израилевых, а они обращаются к другим богам и любят виноградные лепешки их». Даже во время прелюбодеяния, даже во время духовного блуда Израиля, Бог говорит, «Я продолжаю вас любить». Вот что нам непонятно, друзья, вот что я говорю, это превосходит наш разум. Он говорит, «Я не закрываю мои глаза на ваши грехи, я дисциплинирую вас, но от Израиля, как от нации, я все-таки окончательно не отказываюсь, и ключевое слово здесь «окончательно». На время, если можно так сказать, Бог ставит свою работу с Израилем на паузу, переходит на период церкви, здесь войдет последнее число язычников, и он вернется, он повторный брак заключит с Израилем, говоря вот словами этих пророков. Друзья, отсюда нам нужно взять очень важный принцип для нашей жизни. Вот если мы глубже хотим понимать Бога, нам нужно правильно его понимать, любовь к нам, как людям. Когда Бог кого-то любит, когда Бог о ком-то говорит, что я люблю этого человека, он возлюбленный мой, эта любовь не вызвана человеком. Он любит людей, друзья, потому что он хочет, и он решил их полюбить. Если мы опять же вернемся к истории Израиля, за что Бог возлюбил Израиля? Не за что. Второзаконие, 7 глава, 6 по 8 стих. Ибо ты народ святой у Господа Бога твоего. Тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле. Не потому, что вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас. Ибо вы малочисленнее всех народов. Одна причина. Ну, потому что любит вас Господь. Вот полюбил вас Господь, и все. Эта причина не в вас. Почему в этой главе и в этой книге он и пытается смирить израильтян, которые стали хвалиться. Впоследствии они говорили, у нас храм, у нас служение, у нас вот Бог с нами. И Бог постоянно их возвращает и говорит, да вы, не вы причина моей любви к вам. У вас нет ничего, что бы заставило меня любить вас. Один блуд, одно прелюбодеяние. Друзья, но Бог продолжает любить, терпеть, принимать, не оставлять на протяжении веков. И вот, друзья, главная истина. То, что не было изначально вызвано послушанием, не может быть потеряно непослушанием. То, что изначально не было вызвано верностью, не может быть потеряно неверностью. Вот в истории Израиля мы это очень ясно видим. Подумайте, друзья, как насчет нас сегодня? Мы вот говорим об Израиле, я хочу сейчас провести параллель. Какие духовные уроки мы можем вот с вами взять из этой истории? Когда мы думаем о Божьей любви, какую параллель мы можем провести между собой, церковью, членом Новозаветной церкви и израильским народом? Очень часто в израильском народе верующие видят себя. И они говорят, вот Бог терпит, терпит, терпит Израиль, потом с ним разводится, это означает, что верующий так же само в Новозаветной церкви, он может быть спасенным, возрожденным по-настоящему детем Бога, но если он будет как-то там неправильно жить, Бог от него в итоге откажется, и он потеряет свое спасение. Какие-то промахи, согрешения, Бог отвернется от детей своих в Новом Завете, и они потеряют то, что они имели. Друзья, абсолютно неправильная параллель, и я объясню, почему. Я вначале уже говорил, что в Ветхом Завете у Бога был брак не с личностями, а с нацией. Не с конкретными личностями, а с народом. И разница в том, что с нацией ты можешь развивать отношения на протяжении тысяч лет. Тысячелетия, как это происходит с Израилем. Ты можешь развестись с ней, и потом через тысячи лет опять заключить повторный брак. Друзья, с нацией развод это не окончательное решение, это дисциплинарная мера, а не окончательное отвержение. С индивидуумами же это окончательное отвержение и разделение. В случае с народом, друзья, развод это была дисциплинарная мера, и я это покажу сейчас. Это не аннулировало Божью любовь к этим людям. Иеремия 3.1 Посмотрите, написано так. Говорят, если муж отпустит жену свою, отпустить жену означает развестись, и она отойдет от него и сделается женой другого мужа, то может ли она возвратиться к нему? Не осквернилась ли бы этим страна та? А ты, Израиль, со многими любовниками блудодействовала, и однако же возвратись ко мне, говорит Господь. Она блудодействует. Он уже говорит, я отпустил, он сравнивает себя с тем, кто отпустил жену, он говорит, я с тобой развелся, но я продолжаю тебя любить. Я продолжаю говорить, возвратись ко мне, говорит Господь. То есть, Бог не окончательно покончил с Израилем, даже после вот этого образного развода. Таким же образом, друзья, можно ли сказать, что Бог перестал любить Израиль? Конечно же, нет. А трехся Бог от Израиля навеки из-за ее неверности нет. Как я уже говорил, что то, что не было изначально вызвано верностью, не может быть потеряно неверностью. Бог продолжает любить Израиль не потому, что Израиль, а потому, что Он. Он принимает дисциплинарные меры точно так же, как и с церковью. Может ли христианин дисциплинарные меры какие-то испытывать на себе от Бога? Однозначно. Евреям 12 глава. Бог, кого любит, того наказывает, бьет всякого сына и так далее, но Он никогда не отказывается от того, кого Он решил полюбить. И вот, друзья, где вот эта параллель между Израилем как нацией и личностями Нового Завета не всегда будет очень точной. Бог в Новом Завете с нами не разводится. Это было бы неправильно. Друзья, главный месседж Осии первой главы не в том, что Бог вас разлюбил, а главный месседж в том, что Бог будет вас судить за ваш грех, но Он не отказывается от вас окончательно. И Бог это делает так же само, как я уже говорил с церковью. Я надеюсь, что вы видите эту разницу и это очень-очень важно. В этом отличие Божьей любви, друзья. Я хочу, чтобы мы с вами сегодня ушли с этого места еще раз, друзья, задав вот этот очень важный вопрос. спросите себя, почему вас любит Господь. Новый Завет очень много называет верующих детей Божьих возлюбленными. Почему вы возлюбленные? Если ваш ответ после того, как вы просканировали себя, свое сердце, свою жизнь, не знаю, не за что любить. Это правильный ответ. Это правильный ответ, друзья. И, следовательно, вам нужно помнить, что Бог будет продолжать вас любить, если вы его дитё, и вам нужно держаться за эту любовь. Здесь, конечно же, есть другая сторона. Кто-то скажет, подожди, но если мы сейчас уверуем в такую прям безусловную любовь, которая от нас вообще не зависит, получается, не будет ли это лицензия на грех? Не будет ли это нас сейчас мотивировать уходить в духовный блуд, духовное прелюбодеяние и жить, как мы хотим, зная, что, а, Бог нас и таких будет любить? Друзья, вы знаете, почему-то Бог не думал, не мыслил таким образом, когда писал книгу Осии. Подумайте, почему Бог людей, которые живут в духовном прелюбодеянии, почему Он хочет их привлечь к себе, поменять их необраз мышления, их сердце, именно уверяя их в своей любви? Бог не переживал о том, что они просто расслабятся. Почему? Друзья, потому что глубокое осознание Божьей безусловной любви, это и есть единственная мотивация оставить грех и жить для Бога. Понимая того, сколько нам проще, понимая, чье я дитя, понимая, какой я народ, понимая, кто на моей стороне и что этот Бог готов делать каждый день, Он готов ждать меня каждый день с открытыми объятиями, вот это понимание, друзья, дает нам настоящую свободу бежать к Нему, не от Него, а бежать к Нему. Друзья, я молюсь, чтобы именно вот такой эффект эта любовь произвела сегодня в нашей жизни, чтобы думая о Божьей любви, чтобы мы достаточно глубоко ее понимали, что эта любовь, она бы сокрушала нас и заставляла нас, движила бы нас любить еще его больше взамен. И самое главное, когда у нас промахи, когда у нас провалы, чтобы мы помнили, что то, что не было вызвано верностью, не может быть потеряно неверностью. То, что никогда не родилось из-за вашего послушания, из-за вашей праведности, не может быть потеряно из-за неправедности. Причина в Боге, но нам нужно правильно жить этой любовью. Пускай Господь нас всех в этом благословит. Аминь. Давайте встанем, помолимся. Господи, благодарим Тебя сердечно за Твою превосходящую разумение и любовь. Господь, мы не любим так, вот почему, когда мы слышим об этой любви, нам это кажется чем-то очень странным и ненастоящим, и нам сложно поверить в такую любовь. Нам сложно поверить в любовь, которая любит просто потому, что она так решила. Господи, на израильском, на примере израильского народа ты показываешь, как даже вот при всем этом блуде и при любодеянии ты производишь дисциплинарные меры, но ты не отказываешься от них, как своего народа, и ты в итоге еще приведешь их к себе и к покаянию, и мы будем там в тысячелетнем царстве с Израилем, тогда, когда ты исполнишь все эти обетования, книги, оси, Господи, мы ждем этого момента. Помоги нам, Господь, вот живя на этой земле, зная, что мы твои дети, возрожденные люди, иметь эту уверенность в том, что ты сегодня любишь нас точно так, как ты будешь любить нас завтра и послезавтра, и через десять, и через тысячу, и через миллион лет, Господи, твоя любовь, она совершенна, это любовь в Сыне, мы в Иисусе Христе, и ты даешь нам эту сегодня уверенность, это прочный фундамент в жизни, Господи, помоги, чтобы эти мысли нас не толкали на грех, Господи, по твоей, по тому механизму, Господи, как ты задумал, которым работает христианство, это невозможно, ты говоришь, что верующие не могут жить в грехе, и ты постоянно мотивируешь вот нас именно своей любовью, поэтому помоги нам правильно понимать твою благодать, правильно понимать твою любовь, чтобы очи нашего сердца они могли поверить в эту любовь, ее невозможно понять, ее невозможно объяснить, но о ней можно прочитать и в нее можно поверить, поэтому помоги нам жить ей, мы поклоняемся тебе за все, аминь. Субтитры создавал DimaTorzok